Обязанностью женщины является развивать мужчину, побуждать его к активности, вдохновлять его. Обязанностью мужчины является защита чувств женщины. Защита чувств женщины означает, что женщина должна чувствовать себя спокойно с мужем. Спокойно это значит, что она может постучать ему по груди, может расстроиться с ним, впечатлиться, может сделать какую-то глупость, и он не заметит. Это значит, что она может жить рядом с ним, понимаете? И она чувствуется отлично. Почему? Потому что на этого человека можно опереться. То есть, что бы я ни вытворяла, он спокойно ко мне относится. Правильно женщины говорили? Да. Она чувствует, что классно с ним можно жить, все. Надежный человек означает вот это, мужчины. Для того, чтобы быть надежным человеком, надо несколько правил понять в общении с женщинами. Допустим, если женщина вам сказала, вот буквально, дословно говорю, «Я тебя уже не люблю, хочу от тебя уйти», если она вам так сказала, вот. И вы это восприняли всерьез, то на следующий день происходит следующее. Смотрите, она на следующий день говорит, «У меня было плохое настроение, и я так сказала. Почему ты это так серьезно к этому отнесся?» Понимаете, если она сама серьезно не относится к тому, чего она сказала, то почему вы к этому серьезно относитесь? Часто женщина, она, понимаете, женщина всегда соревнуется с мужчинами в силе. Вот, допустим, если мужчина сильный по природе, женщина не чувствует, она чувствует себя слабой. И чтобы показать себя сильной, она говорит, «Да я без тебя проживу». Зачем она так говорит? Она это говорит для того, чтобы он почувствовал, что она сильная. Все больше ни для чего. Не то, что она хочет для него, без него жить, хочет уйти. Просто она на зло это делает, понимаете? Мстит. И когда она мстит, она говорит безумные вещи совершенно. И потом она думает, «Господи, что же я сказал-то, а?» Вот так вот происходит. Реально. Поэтому мужчина должен спокойно к этому относиться. Запомните, если женщина захочет уйти, она вам об этом никогда не скажет. Она это спокойно соберет в чемоданчик и смоется. Так ведь или нет? А если говорит, значит, она предупреждает. Но уходить не хочет. Женщина, если мужчина ведет себя, он говорит, «А ты мне не нужна, я себе таких тысячу найду». Знаете, зачем он это делает? Он это делает для того, чтобы услышать такое. «Конечно, ты у меня такой вообще крутой, вот ты самый красивый, самый лучший, без всяких сомнений». Все вот только для этого. И то, что он там собрался кого-то искать, он хочет доказать свое величие просто таким образом. Это, конечно, не самый лучший способ доказывать. Ну, иногда мужчины так делают. Угрожают, понимаете? Это угроза ничего не значит вообще. Женщины так покупаются на это вообще. «А ну не знаете, что Олег Геннадьевич сказал, что он тысячи себе таких, как я, найдет?» Не слушайте. Это просто понты. Вы должны знать, вы недалеко от Камчатки живете, что такое понты, вы должны знать. Когда олени весной, у них к весне вырастают большие рога, и они с разбега такие врезаются друг друга рогами, и эти рога отлетают. Вот эти вот отлетевшие роги, рога называются понты. А вот понтами как бы кидаться, то есть это называется, ну как бы кидать понты, понимаете? Это когда разбежался, обрезался и без понтов уже. Мужчины любят кидать понты, понятно? Торога такие. Потом новые вырастают у них. Для этого все делается. Ну? Как быть, если мужчина не принимает женскую природу мою, что мы разные, как бы, что со мной надо по-другому относиться. Он требует от меня постоянно какие-то требования, требует ультиматума, давай, давай, я сказал, там, ну как-то вот так. Что я приняла его все недостатки, как бы. Вот молодец, хороший вопрос. Да, вот, да, он такой, вот он не развит, он не понимает, как себя женщиной вести. И я отношусь к этому спокойно. Ну, что да, вот ты гневливая, я обидчивая. Ну, как бы, я слушаю ваши лекции и стараюсь меняться. Все нормально, но надо воспитывать. Надо воспитывать. Поступками. Словами бесполезно. Поступками. Вот он на вас так начал давить, день не разговаривайте с ним. Ну, он это все воспринимает, как в порядке вещей. Там день помолчали, на следующий день как ни в чем не бывало. Значит, ему мало одного дня, недели не разговаривайте. Я отстранилась от него, ну, там вот он... Мало, одного дня мало, значит. Мы уже месяц по разным комнатам живем, но, как бы, общаемся. Вы уже месяц вместе живете? Нет, мы с ним уже давно живем, три с половиной года, но в последнее время он плохо себя ведет, и я от него отстранилась. И, получается, отстранилась из соседней комнаты, выполняя свои обязанности, как бы... Он меняется, он лучше стал, больше... Ну, немножко, мы перестали ругаться, но поначалу... Мы очень сильно ругались, ему не нравится вот эта дистанция. Женщине никогда не хватает, как мужчина меняется, и хочется быстрее, потому что она сама быстрее меняется. Но он уже стал лучше. Ну, немножко... Вот он так будет, да, он так и будет подемножку меняться. Но вместе с тем он говорит, что раз ты со мной, как бы, в одной комнате не живешь, все, значит, уходи, и не люблю, не хочу ничего жить. Вот это понты, это понты. Да. И я вот не знаю, то ли вот действительно от него переехать в другую квартиру, и просто... Не надо в другую квартиру. И просто на расстоянии немножко пожить. Видите, вы не хотите его воспитывать. Я хочу его воспитывать, но у меня сил пока нету, я не... Не надо, сил берутся от Бога. Молитесь. Молюсь. Все, вот, восстанавливайтесь. Давайте сейчас силы будем копить. Все сели прямо. Сейчас я вам расскажу, как силы копить. Вот смотрите. Главная проблема современной жизни всех людей – это нехватка силы. Я вам сейчас расскажу. Вкратце, очень быстро. Смотрите. Если вы больны, значит, вам не хватает силы природы. Природу надо любить сильно и совершать на ней аскезы. Бегать, упражнения делать и любить. И эта энергия природы – солнца, деревьев, воды, земли – дает человеку здоровье. Здоровья не хватает, не хватает силы быть здоровым. Сила идет от природы. Если вы не можете выйти замуж, не можете быть сильным во время деятельности своей, не хватает средств на жизнь, не хватает положения в обществе, значит, у вас не хватает силы любить людей. Допустим, когда женщина любит людей в целом, она легко выходит замуж. Мужчина любит старших – повышает свое положение в обществе. Мужчина любит труд. Труд означает тоже людей, окружающих, работу, где он работает. Тогда в этом случае у него повышается возможность зарабатывать. Понимаете, есть социальная сила. Она идет от любви к людям. И надо эту любовь развивать. Вот мужчина в целом должен женскую природу любить. И тогда его жена будет любить. Женщина должна мужскую природу любить. И тогда ее муж будет любить. И так далее. Понимаете? Сила. Нужна сила. То есть есть характер мужчины, характер женщины. Сразу хочу сказать, что мужчине невозможно полностью, практически невозможно полностью понять характер женщины. Для него это просто абсолютно темный лес. Вот некоторые женщины очень обижаются. Почему ты меня не понимаешь? Потому что очень трудно понять. Он совсем другую природу имеет. Характер женщины. И женщины точно так же вообще не понимают характер мужчины. И поэтому вопрос уважения в любви главное уважение. То есть если начинается уважение, любовь обязательно будет. А уважать означает очень деликатно относиться к характеру человека. И вот деликатно относиться к характеру женщины означает уважать то, в чем она сильно нуждается в отношении. Женщина имеет очень сильный страх к мужчине вообще в целом, что он ее не поймет, не сможет правильно отнестись к ее желаниям, чувствам, потому что она ждет от него счастья. Женщина означает фактически, что он должен все понимать, как работают ее чувства, желания. Он должен все это телеграммно понимать и реагировать на это очень хорошо. Тогда она чувствует себя счастливой. Она говорит, он меня понимает. Женщина, когда строит отношения, она внимательно смотрит на мужчину, он вообще понимает или нет. То есть он как со мной разговаривает, как ведет себя. Он понимает меня или нет, я буду счастливой с ним или нет. Или он тупой, как баран. Иногда мужчина по природе просто похож по характеру на женщину. И она думает, о, он меня понимает, он разговаривает, мне приятно там. Но это значит, что он подсчет понимает. Он все равно тупой, как баран женщина. Он ничего не понимает. И потом вы постепенно понимаете, что вы живете с человеком, а он вообще не врубается, не понимает, как устроена психика женщины. Что ей нужно в жизни, в отношении женщины. К сожалению, это правда. Мужчины не понимают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...